Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы продолжаем говорить о ваших вопросах, вернее, будем искать совместно с нашими экспертами православными ответы на них. Напомню, что ваши вопросы вы можете присылать на электронную почту, которую вы видите на своем экране, или оставлять свои вопросы можете в группе Храма Святых Жен Мироносец в теме обсуждения вопрос для передачи «Просто о вере». Сегодня у нас в передаче вновь православный эксперт, священник, настоятель Храма Святого Мученика Трифона, отец Николай Зинин. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Батюшка, мы с вами уже очень многие вопросы разобрали. Мне кажется, мы касаемся, вот в последние две наши передачи, мы коснулись крайне важных, крайне актуальных для осмысления вопросов, которые действительно, без осознания которых, в общем-то, большой вопрос является ли христианин христианином. То есть, если человек вот эти вопросы для себя не решит, то он рискует так и не почувствовать Христа в своей жизни, и себя со Христом и так далее. Но вот сегодня бы мне хотелось, у нас очень много вопросов, касающихся, ну, такого, такой гражданской позиции христианина. Мы все с вами помним слова апостола Павла, «Чти всякую власть, всякая власть от Бога». Вот, и ввиду этого, этой фразы очень часто встает вопрос о том, ну, вообще, какова она, гражданская позиция христианина, то есть, каким он должен быть гражданином Отечества земного. Вот, ну, прежде чем вот к вопросу, не касательно именно этого перейти, так, для затравки, вот интересный вопрос задает Кокарев Влад из Самары. Звучит он так. «Если во Христе нет ни Иудея, ни Елена, то почему православная церковь почитает отдельно собор русских, британских, афонских и прочих святых? Святой он или есть святой, или нет? Какая разница какой он национальности?» Вот, мне кажется, этот вопрос, я недаром с него начинаю, потому что это вопрос национальной идентичности. То есть, с одной стороны, действительно, во Христе нет ни Иудея, ни Елена, но вот как мы разрешим вот это вот мнимое внешнее противоречие? При этом мы четко понимаем, что русский христианин — это русский христианин, грек-христианин — это грех-христианин, даже разница в ментальности какая-то сохраняется, разница в обрядности какая-то есть, вот и так далее. Как вот мы можем это противоречие разрешить для Влада? Когда апостол Павел пишет, что во Христе нет ни Елена, ни Иудея, он тем самым пытается разрешить вот вопрос ветхозаветной обрядности в том числе, потому что иудеи очень щепетильно относились к тому, что они народ избранный, что они лучше, чем другие народы. Ну, это, в принципе, в иудаизме сохраняется и до сих пор. И апостол Павел этими словами говорит как бы о том, что для Бога все одинаково важны — иудеи, и эллин. Под словом «эллин» он подразумевает все народы, кроме иудеев, по сути. А когда сейчас мы спрашиваем, то есть это вопрос не совсем параллельный с тем, что афонские святые, русские святые, потому что празднование афонских святых или всех русских святых, оно не выделяет в особый разряд этих людей. Они все остаются во Христе. Это как такой... Тут как раз вопрос национальности, насколько он в христианстве играет роль. И он играет роль культурную, неизбежно. Вот вы уже упомянули. Христианство греческое отличается от славянского, отличается даже вот сербское, отличается от русского. И христианство, когда приходило в какую-то землю, в какую-то национальность, то оно ложилось на их культурный слой. Вот у нас было у славян особое почитание предков. Так у нас вот им дни памяти, поминовения усопших больше, чем в греческой церкви. Николай Чудотворец играет какую-то роль особую молитвенную жизни нашего народа. И праздников у нас больше ему посвящено. Даже в древности был праздник Рождества, Николай Чудотворца летом отмечался. Дополнительно. То есть три, по сути, таких было праздника. Почитание усопших, почитание предков привело к тому, что множество храмов на Руси возле кладбища, возле погостов построены. То есть вот культурный слой, культурная традиция народа, она не искореняется христианством, а преобразуется. Хорошо, почитаете вы предков, так давайте молиться за них, построим храм вот возле кладбища. И языческая традиция просто навещать могилы, кормить там души усопших, преобразуется со временем, как мы видим, в молитву за них, в более какое-то светлое христианское, осмысленное понимание. Поэтому память русских святых, память афонских святых, это как культурная какая-то вещь и даже какой-то семейный праздник, такой более, ну, народный. Вот я соглашусь вот с этой последней сентенцией вашей, да, что действительно это, рождает понимание семейственности. А понимание семейственности, в свою очередь, накладывает определенную, то есть здесь очень интересный момент, например, таинство отпевания нужно не только тому, о ком молится, но и тому, кто молится. Поэтому мы, вот насколько можно долго, мы будем настаивать на том, что таинство должно совершаться над гробом, над телом. Не таинство, а обряд. Обряд, да, прошу прощения. Вот. И здесь то же самое. Мне кажется, вот во время литургии, во время богослужения, когда мы поем славу, прославляем свое земное Отечество, вот, то здесь в том числе церковь пытается сообщить нам, что есть определенная толика ответственности на тебе, вообще-то, брат, то есть ты, или сестра, да, то есть ты живешь не в отрыве от корней. В твоей крови столько поколений, огромное количество людей сделали все для того, чтобы ты сейчас в этом храме стоял и молился. И это, мне кажется, рождает, должно родить очень серьезное, глубокое отношение к себе, к истории, к своим там корням, к предкам. Потому что святые, которых мы там называем русскими святыми, это не просто для нас с вами, да, святые, когда-то жившие, а это люди, которые душу, сердце свое положили для того, чтобы как раз, например, наша отчизна долгое время называлась Русью святой, да, то есть, чтобы отчизне это и быть, чтобы сохранять в том числе и те же самые культурные, о которых вы сказали, границы и территориальные границы и так далее. Здесь же важно понять, что святыми мы называем не только монахов, да, святителей, вот, огромное количество воинов, князей благоверных, там, были купцы, были простые крестьяне, вот, там, великие князья, императоры даже, да, вот у нас прославлены на лике святых. И все эти поколения, как бы, сквозь толщу времен, толщу каких-то вот временных рамок смотрят на тебя. Мне кажется, это очень важно для христианина услышать, что вот они взирают на тебя, есть определенная надежда на тебя, вот, что, ну, ты не опозоришь род верных. Как помните, Богородица приходила к упавшему с колокольни Серафиму Саровскому произносила, этот нашего рода. Вот, мне кажется, это очень важный момент услышать это вот к вопросу, который нам задал Влад. И в связи с этим, вот, как раз, тоже хотелось бы еще так дополнить, вот, что тот же самый апостол Павел, который говорит о том, что нет во Христе ни Елена, ни Иудея, сам в разных посланиях неоднократно говорит о том, что он римский гражданин. Ну вот, да, то есть национальная идентичность не истирается. Вот, и вот тут вот интересный вопрос есть от Антонова Дмитрия из города Самары. Нужно ли православным людям стремиться стать политической силой? Принесет ли это в политику христианские ценности? Как вы, в частности, относитесь к инициативе Андрея Николаевича Кочергина и его партии? Ну, тут три вопроса. Давайте начнем с первого. Нужно ли православным людям вообще стремиться стать политической силой? То есть, не священником, не церкви, вот, а просто людям верующим. Объединяться вокруг политики. вопрос сложный. Вопрос сложный. тут на самом деле не отделишься церковь от просто верующих людей. Верующий православный христианин и есть церковь, часть церкви. А вот нужно ли, это вопрос к тому, что опять принуждение, должен ли, да, нужно ли. Ну, хорошо. Если это для православных людей важно, то можно ли им вот так сказать? Я считаю, что это все очень индивидуально. Есть человек, который занимается сельским хозяйством. А нужно ли православному христианину становиться пахарем? Или всем православным христианам? Представляете, если все православные христианы станут пахарями, то тогда у нас сельское хозяйство подымется, правильно ли? Хорошо же будет. Они будут пахать землю, собирать урожай. Нужно ли православному христианину становиться политиком? Если есть будут православные люди в политике, то все будет хорошо. Не будет взят issue, существу, не будет какого-то беспредела. Давайте все займемся этим. Если у тебя склонность пахать землю, так это хорошо. И я думаю, что это такой труд благодатный земледелие. Есть у тебя склонность к политическим каким-то? Потому что это очень тяжело, я думаю. Бремя политики, интриги, все это достаточно непросто. Да. И если у тебя крепкая такая душа, что ты можешь быть и православным христианином и политиком одновременно, то почему бы не заняться этим? Я еще думаю, знаете, какой здесь вопрос подразумевался под политической силой? Должны ли православные партию свою основать? Как в Германии, социал-христианская партия. Нет, я думаю, здесь немножко попроще. Должны ли православные, хотя и это в том числе то, о чем вы сказали, но только не презентовать ее именно как православная партия, что там только христиане собрались, и они выступают с инициативой только продвигающей, лоббирующей интересы христианства и православия. Вот. А, ну, так скажем, партия, которая, в принципе, отстаивает какие-нибудь национальные интересы, вот, которая пытается, там, свою, в частности, политику, и политику в стране вообще выстроить на основе евангельских заповедей и так далее. Вот. А я думаю, что вот Дмитрий Антонов имел в виду, вообще, в принципе, христианин гражданской политической инициативой должен обладать, или же вот мы должны быть тягловым народом. Но он и обладает конституционно. Конституционно. Но вот сейчас все чаще и все больше слышится о том, что тут вот христиане с митингом прошли, тут акции устроили, и это все поднимается на дыбы, на коле, на вилы. Говорят о том, что зайдите в свои храмы, запритесь, молчите и вообще как бы голоса не подавайте. Вот как мы разрешим эту ситуацию? Я прежде чем вот ваш, вы ответите, я могу сказать, что меня, например, дико просто иногда возмущает тот момент, что христиане современные полюбили судилище больше, чем храм. то есть все эти митинги, акции протеста, когда там громятся какие-то театры, когда там еще что-то и прочее, и прочее, и прочее. Мне кажется, свой протест можно заявить, но можно заявить его не так. Ну, например, я не знаю. А можно и помолиться просто за этих людей, которые что-то делают не так, как тебе нравится. И я... Слишком часто христиане стали оскорбляемы. Мне кажется, это позиционируется тоже кем-то у меня. Вот именно, что это христианская была какая-то акция. Я думаю, что христиане не должны каким-то своим внешним политическим там или каким-то митинговым акциям придавать значение эпитета христианская. Там, демонстрация там или еще что-то. И мне очень нравится совосвященное описание. Бог поругаем не бывает. Почему мы считаем, что... Хотя есть еще фразы, которые пояс молчанием предается Бог, но мне кажется, это не из священного описания. Это где-то уже у святых отцов. Так что авторитет как бы этой фразы меньше. И для меня лично я не вижу необходимости для себя лично отстаивать какие-то моральные там, не знаю, лично мне там какие-то вещи неприемлемые, современные с точки зрения даже морали. Но отстаивать публично и где-то кричать об этом, что я это не люблю, мне кажется, это неправильно. Вот. И в этом плане нельзя церкви как-то навязывать мы должны вот так поступить, мы должны... Потому что церковь живой организм, и она отреагирует все равно. Христос говорит, вы соль земли. Нужно ли всем сна... Вот соль земли. То есть если человек христианин, если он православный, он везде осолит это место. Будь он в политике, будь он где-то там в театре. Есть хорошие православные актеры, режиссеры, драматурги удивительные. Это тоже сфера духовного. Культура, театр, кино, она все равно сфера духовного, и я считаю, нельзя вот как-то отрезать, дистанцироваться от этого. Поэтому какие-то вещи мне неприемлемы, как гражданину, как христианину, но я не пойду выплескивать эти эмоции куда-то. Я за этих людей могу помолиться, если мне не нравится. И человек сам в заблуждении, если он что-то не то делает. А если я пойду и разгромлю его театр, ну, я христианству тут не добавлю славы. Своего позора там, да, получу, какую-то свою правду отстаю. И в этом плане мне очень нравится вопрос. Вот дилемма, христианства Нового Завета, потому что Бог сотворил этот мир, и когда он творил этот мир, то он был хорош и хорош весьма. А апостол Иван Богослов говорит, не любите мира и того, что в мире. Вот как эту дилемму разрешить? Она тоже очень связана вот. Это как раз граница вопроса, насколько мы участвуем в этом мире и насколько мы в нем не участвуем. Насколько мы граждане России и насколько мы не граждане России, а граждане Небесного Иерусалима. Насколько мы патриоты и насколько мы патриоты Отечества Небесного. И это очень сложная и тонкая грань, которую вот так одним темным не скажешь, защищая границы или не защищая границы. Агромитятор или не агромитятор. Опять мы входим в плоть этого мира и принимаем ее условия игры. Христианин не должен, как мы с вами уже говорили, принимать условия игры падшего мира. Мы можем над ним возвыситься в какой-то момент и эту проблему вообще перешагнуть, не увидеть ее, потому что ее нет. Ну и при этом тогда встает вот вопрос все-таки, ну значит, получается, христиане голоса подавать не должны? Нет, я так не говорил. Христиане свободны от этой обязанности, от навязанности какой-то. Я могу подать свой голос, могу его не подавать. Это мое личное человеческое христианство, ну даже это просто человеческое мое право, свободы. Но сколько в это, можно ли в это вкладывать христианство в мой протест? Можно ли вкладывать в мой там разгром театра христианство? Я думаю, нет. И это очень вещи тонкие, духовные, потому что они граничат вот именно с духовной жизнью человека, как он ее ведет. Потому что если мы прощаем дужникам нашим, и нам Господь простит. Если мы начинаем относиться вот... Ну есть вот еще одна любимая фраза, я ее, боюсь, сейчас точно не процитирую, прощай своих врагов. Врагов отечества не прощай. Да, бей врагов отечества, как-то так вот. И что-то там делай с врагами Бога. Тоже плохо помню эту фразу, но суть в том, что как раз своих врагов мы прощаем, врагов от отечества, врагов Бога. Только вот важно разобраться, кто же является врагом для Бога. Там может быть церковь даже, враги церкви. Да, или церковь. Вот, но если резюмируя, на мой взгляд, лично я считаю, да, что политика в принципе дело грязное. То есть там невозможно не испачкаться. Это всегда интриги, это всегда желание отстаивать свой авторитет, желание еще больше власти. Как там власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Человек не понимает зачастую это, мне кажется, сам идет горлом на нож, вот, когда ищет вот этой вот власти. Я бы смягчив сказал, что это тяжелое послушание. Тяжелое послушание. Ну, возможно. Вот. Однако все-таки мне кажется, если есть христианин, который грамотен, если христианин, который действительно христианин, а не какой-то там, не знаю, просто кричащий демагог или какой-то такой кликуша, вот, то он должен заниматься политикой. Должен? Может. Может. Если ему это важно, он может заниматься политикой. мне кажется, что украсить этот мир это наша задача, да, то есть та заповедь, которую получили Адам и Ева в раю, возделывайте сад, преображайте, приукрашите как раз тот самый мир, который Господь создал красиво весьма, вот. Это в том числе и относится к политике, потому что политика занимается, ну, вот, собственно, конкретной территорией, территорией, например, нашей страны. Вот. И поэтому, конечно же, когда христианин идет туда именно не с целью нажиться, не с целью добиться власти, не с целью всех засадить, кто не является христианином, а просто есть желание на какую-то очень правильную платформу поставить миропонимание моих сограждан, моих собратьев, именно такие законы, чтобы принимались, именно таким законам, чтобы следовали, законы, которые в основе своей имеют Евангелие. Мне кажется, такие люди крайне нужны. И вот к вопросу, последний вопрос, он задает про Андрея Николаевича Кочергина. Вы что-нибудь про него можете сказать? Слышали про него? К сожалению, нет. Ну, тогда, если позволите, я откомментирую, потому что Андрея Николаевича я, ну, так, естественно, лично не знаю, но знаю по людям, которые с ним дружны. Вот. Это питерский кадровый офицер, в первую очередь. Вот. Во вторую очередь, он, ну, у него своя школа каратэ. Вот. То есть, он такой пропагандирующий здоровый образ жизни. Но и это все маловажно, малозначимо. В первую очередь, он такой, действительно, что называется, живой и глубоко мыслящий христианин. То есть, у него есть духовный отец, которому он послушается, он постится, он причащается. То есть, если это важно, да, как некий аргумент. То есть, и вот он создал свою партию национал, национал-патриотическую, НКПР, национал-консервативную партию России. НКПР звучит она так. Вот. Есть отделение у нас в Самаре, и двое как раз членов этой партии у нас, у меня на приходе являются моими прихожанами. Вот. В общем и в целом инициатива Андрея Николаевича мне нравится, только я очень боюсь, что намотает его на маховик репрессии. Вот. Что называется, да, потому что действительно у души есть свой иммунитет, у христианства есть свой иммунитет, у мира, вот в том понимании, о котором вы сказали, да, цитируя апостол Иоанна, у него тоже есть свой иммунитет. Очень тяжело туда пробиться, сохранить там себя, вот, не измотаться, не измочалиться. Вот. Поэтому, дай бог, конечно, Андрею Николаевичу долгих лет жизни, здравия и довести то дело, которое он начал до ума. А в общем и целом, то, что касается политики, мне, знаете, как кажется, вот то, о чем вы очень правильно сказали, невозможно отделить церковь от государства-то. Вот мы все за это ратуем, говорим, везде это у нас прописано и в Конституции, что церковь от государства отделена. А как ты отделишь крещённого политика, да, который носит на себе крест, который является членом церкви, именно своим фактом вступления в эту церковь, вот, будучи крещённым, как ты его отделишь от церкви? Как вот в этом смысле те люди, которые занимаются, те крещённые люди, которые занимаются политикой в Госдуме, в Гордуме, в Мэрии, как они отделяются от церкви? Они как раз церковь. Мне кажется, очень важно именно этим вот христианам, которые действительно занимаются своим делом. Они это умеют. Вот то, о чём вы как раз правильно сказали, упоминая о пахарях, да не все пахари, просто не все это умеют делать. Почему сейчас у нас каждый второй христианин считается геополитиком, высказывающимся на тему там США и прочего? Не только христиане. И не только христиане, да. Большой вопрос для меня. Вот. А здесь, мне кажется, вот если есть люди, которые этим умеют заниматься, которые этим занимаются профессионально, пусть они вспомнят о том, что они церковь, фактом ношения на себе креста. Пусть они вспомнят, что они одели некогда крест или им одели их родители, воспитывали их когда-то в духе Евангелия. Что вот крест, который они носят, это крест того самого Христа, который распялся за то, чтобы христиане были благочестивыми. Благочестивыми и богоугодными. Ну вот подошёл ещё один эфир к концу. Большой, так вот совсем немного мы в этот раз вопросов с вами успели разобрать. Ну и меж тем, эта тема, мне кажется, крайне важна. Спасибо вам за ваши ответы. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Напомню, что вы имеете возможность задавать нам вопросы, мы на эти вопросы будем отвечать в наших последующих эфирах. Свои вопросы можно оставлять либо в группе в социальной сети ВКонтакте, в группе, посвящённой Храму Святых Жён Мироносец, в теме обсуждения вопрос для передачи «Просто о вере». Либо оставлять свои вопросы, присылать свои вопросы на электронный ящик, который вы видите на своём экране. Прощаемся с вами. До свидания. Храни вас всех Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова